Весенний кросс лыжников из Китимского района памяти Бориса Власенко состоялся в минувшие выходные. Базой для проведения соревнований стала лыжная трасса в деревне Евсина. Гордо развивающиеся российские триколоры, звуки гимна, открытое первенство из Китимского района среди лыжников-гонщиков в памяти Бориса Николаевича Власенко объявляется открытым. Приз Бориса Николаевича Власенко. Он был одним из основателей лыжного спорта и биатлона в РП Ленёва в 90-х годах. Когда только начинал завод, начинал работать и при заводе они открывали первое отделение лыжных гонок и биатлона. Вот сегодня мы проводим в памяти его, этого тренера, соревнования. Организаторами идея была детской спортивной школы. Мы сказали детям Бориса Николаевича, им очень понравилась эта идея. Они выступили генеральным спонсором, купили для детей памятные подарки, спортивный инвентарь. Дети Бориса Власенко на соревнованиях присутствуют. Хочется посмотреть и порадоваться на продолжение дела отца. В гонках приняло участие 70 человек. Это девочки и мальчики 2006-2007 годов рождения, а также 2008-2009 годов. Организаторы определили две дистанции для прохождения – километр и два километра. Спортсмены исследуют трассу заранее, чтобы в пути не возникло совмешательств. Маш, 22-й на старт, 23-й готовятся. На соревнования съехались спортсмены из Искитима и Искитимского района, представленного поселками Листвянский и Ленёва, КСМом и Тольменкой, а также лыжниками Новосибирска, Черепанова и Тагучина. Ехали все сюда с большим желанием. Цель у всех одна – стать сильнее. Район не так далеко наш находится, поэтому нам удобно сюда добираться. У нас традиции уже, они к нам приезжают, мы к ним приезжаем. Это не первый раз уже соревнования проводятся здесь, поэтому нам нравится здесь, как проводят соревнования, и охотно приезжаем. Это самое главное – соревнования будут за лето, скорее всего. Попытать удачу, можно так сказать. Участие – контрольное время. Победить свои результаты всем. Ребятишки, им всегда нравится выезжать, соревноваться с ребятами, тем более они встречаются в области с ними, с этими ребятами. То есть постоянно конкурируют. Это очень хорошо сказывается на результатах. Вы привезли бы больше, только дают один автобус. Полный автобус, 21 человек. Было бы больше транспорта, мы бы, конечно, больше вывезли. У нас три тренера ведущих работают, поэтому хватает ребятишек. Но привезли сильнейших. Так что будем биться за победы. Свежий воздух, солнце, зелень, так радующая глаз после долгой зимы – полное единение с природой. По прямой бежать, конечно, легче. Но именно на таких неровных трассах спортсмен может испытать и закалить себя. Арина, давай! Скорейся! Я ее почти дознала! Давай! Давай, быстрее! Вот немного, немного! Леневские спортсмены выступили достойно. На дистанции один километр первые места у Полины Юрко и Захара Радочина. На третьем месте Екатерина Иларионова. На дистанции два километра первое место завоевала Екатерина Крючкова. Бронза у Дарьи Сафиной. Летнему сезону положено хорошее начало. Это старт, что у нас зимний сезон мы уже закрыли. Сейчас у нас в основном идет летняя подготовка. Это кроссы и лыжероллеры. Сегодня у нас первый такой весенний старт, что до этого у нас стартов еще никаких не было. Вот как закрытие сезона провели, до этого у нас старта больше не было. Это как бы у нас один из первых. Ну вот мы в честь Бориса Николаевича уже проводили в позатом году. В том году у нас не получилось из-за пандемии, что... Ну вот сейчас как бы уже вроде бы идет ослабление, что начинаем уже полностью все соревнования проводить.